добрый день друзья сегодня воскресенье я по просьбе подписчика алексея алексей привет еду в прагу еду на самый большой авторынок в чехии который называется авто и вот там я хочу снять автомобили и показать сколько они стоят в чехии какие модели продаются но и постараюсь сделать для вас такой полный обзор поэтому не переключайтесь смотрите какой он большой здесь более тысячи автомобилей это самый крупный авторынок в чехии здесь продается различного класса автомобили как легковые от недорогих бюджетных автомобилей до автомобилей класса люкс также можно приобрести автомобили для коммерческого использования то есть для каких-то перевозок пойдем с вами по рядам начнем с самых близких это недорогие автомобили конечно каждый автомобиль я вам показать не смогу но самые интересные вы увидите самые интересные автомобили я выложу в описании так что смотрите там и переходите тогда на то что вас конкретно интересует будем двигаться с вами от дешевых автомобилей к самым дорогим потом ну вот друзья это наверное самая недорогая машина здесь на авторынке стоит она 15000 крон она бензиновая модель deo matis 1998 года причем ее можно купить в кредит месячная выплата будет составлять 130 крон у нее кстати есть две подушки безопасности радио ну такая она малышка симпатичного зеленого цвета ну вот есть рено рено талия 2011 года выпуска стоит она 56000 крон прошла машина 90 тысяч километров она бензиновая объем двигателя 1 и 2 но видно что разбито боковое зеркало причем она просто скотчем заклеенная и такие машины тоже принимают на автобазар как правило такие машины берут по-чешски называется на противоучит то есть вы привозите свою машину выбираете здесь на авторынке другую автомобиль новый не новый это неважно сдаете свой за него получаете какую-то такую минимальную сумму по по сравнению с тем за сколько бы вы ее продали если бы продавали сами но зато эта сумма учитывается при покупке вот этого нового автомобиля что достаточно выгодно в конечном итоге потому что свой автомобиль можно продавать очень долго а здесь это происходит сразу в течение одного дня то есть вы приходите выбираете себе автомобиль сдаёте свой он проходит проверку на угон на то чтобы она не была заложена в банке на и техническое состояние вам называют сумму за которую у вас ее выкупят вы подписываете договор купли-продажи вашего автомобиля к договор купли-продажи другого автомобиля и счастливый обладатель новой новой машины уезжайте с авторынка это рено сценик 2000 года выпуска машина стоит 26000 крон тоже ее можно взять в кредит месячные выплаты составит 225 крон она бензиновая все автомобили которые здесь продаются проверяются не находятся ли они в залоге у банка не находятся ли они в угоне были ли они в аварии обязательно автомобиль проходит технический осмотр вот это хуэндай матрикс 2008 года стоимость 40 тысяч крон это уже автомобиль с климатизацией то есть там есть кондиционер на автомобиле разные вот например volkswagen charan 2005 года это стоит 40 тысяч крон но состояние у него мягко говоря не очень хотя цена но по чешским меркам в общем то не высокая а ну и написано что автомобиль уже продан видимо внесен залог хотя вот она ну прям ржавенькая такая ржавенькая рено сценик 2011 года кстати в таком на мой взгляд неплохом состоянии автомобиль стоит он 90 тысяч крон автоматическая акклиматизация есть навигационная система bluetooth есть уже ну а это хуэндай матрикс 2008 года автомобиль бензиновый стоит 70 тысяч крон двигатель 16 мощность 76 киловатт есть кондиционер подушки безопасности центральный замок ну а это автомобиль chrysler voyager 2004 года дизельный объем двигателя 2 и 8 мощность 110 киловатт есть 6 подушек безопасности центральный замок есть компьютер в автомобиле абс ну такая симпатичная больно таком неплохом состоянии машина это ford ford c-max ford c-max 2009 года выпуска тоже дизельный объем 2 литра двигатель и си ай 100 киловатт есть подушки безопасности есть центральный замок кожаный руль затемненные окна abs но еще какие-то тут есть ср какой-то стоит 80000 крон такая машина это citroen xara 2006 года выпуска дизельная машина стоит 35000 крон но у нее достаточно скромненькая внутри начинка opel zafira 2002 года стоит 40 тысяч крон тоже дизельный двигатель 2 литра мощность 74 киловатта abs есть компьютер внутри у автомобиля такой далеко не новенький автомобиль reno scenic 2007 года тоже дизельный автомобиль стоит 62 тысячи крон двигатель 1 и 5 есть подушки безопасности есть bs тоже центральный замок машина прошла совсем недавно техосмотр например то есть она в таком хорошем состоянии просто садись за руль до езди reno grant 2009 года выпуска дизельный автомобиль двигатель 1 и 5 мощность 78 киловатт стоимость 78 тысяч крон есть подушки безопасности но достаточно много всего в плане внутренней начинки автомобиля есть и abs есть и компьютер и центральный замок но машинка так поцарапанная если смотреть двери но в целом тоже в неплохом состоянии citroen xara 2001 года выпуска бензиновая двигатель 1 и 8 стоит 35 тысяч крон две подушки безопасности центральный замок тоже есть вот можно такую машину взять в кредит с месячной выплатой бежу 308 2008 года выпуска 70 тысяч крон двигатель 1 и 6 есть абс тоже есть компьютер тоже машина прошла совсем недавно техосмотр внутри такая чистенькая вообще все автомобили которые продаются на авторынке они естественно проходят химчистку салона там полностью все убрано и даже если машинка старенькая то выглядит она внутри вполне себе презентабельно ну вот еще одна машина по цене велосипеда стоит 15 тысяч крон 2005 года выпуска это дача логан или дация это модель логан двигатель 1 и 4 машина бензиновая написано что она только приехала в чехию еще не ездила здесь что у нее было два владельца есть подушка безопасности есть центральный замок вот ее можно приобрести при месячном кредите в месячных выплатах 130 крон смотрите если приобретается такой старенький автомобиль то все равно авто дает гарантию она оформляется на год в случае если какие-то серьезные поломки если что-то происходит с двигателем еще с какими-то важными узлами в автомобиле то это все ремонтируется за счет страховки ну вот среди дешевеньких затесалась машина уже повыше класса это citroen berlingo что она тут делает я не знаю стоит она уже почти 400 тысяч крон она 2020 года выпуска она скорее всего без пробега потому что у нее даже нет государственного номера но и у нее техосмотр до 2024 года дизель 1.5 5 5 ступенчатая коробка передач 5 местный автомобиль 6 подушек безопасности и много чего всего самого интересного еще в ней есть но сиденье у автомобиля из ткани но видно что все новенькое все чистенькое ford fusion 2008 года выпуска с бензиновым двигателем 1 и 4 литра мощностью 59 киловатт есть четыре подушки безопасности автоматическая климатизация ну то есть автоматический кондиционер абс есть машины но такая небольшая но тоже внешне выглядит вполне себе нормально стоит она 90 тысяч крон рено лагуна 18 двигатель бензиновый выпуск 2003 года стоит она 40 тысяч крон тоже есть подушки безопасности есть опускающаяся защита на задних окнах от солнца также у этой машины есть на лобовом стекле знак то что она выполняет евро 4 с таким знаком можно въезжать в центр городов которые предъявляют повышенные требования к экологии не все автомобили старые проходят такие требования евро 4 ford 2008 года дизельный объем двигателя 18 стоит 67 тысяч крон есть 7 подушек безопасности центральный замок абс есть это рено меган 2004 года выпуска автомобиль бензиновый стоит он 40 тысяч крон ну такой стандартный набор есть чистенький темный салон эконом класс автомобиль еще кстати на зимней резине стоит ну вот это популярная машина в чехии но я думаю что она популярна и у вас это volkswagen passat volkswagen 2006 года он дизельный объем двигателя 2 литра мощность 103 киловатта 10 подушек безопасности есть абс центральный замок электрические зеркала стеклоподъем стеклоподъемники в автомобиле есть но естественно компьютер машина прошла это 175 тысяч километров видно какие-то пошкраба на стенах конечно корпусе автомобиля но так в целом вполне себе симпатичный это киа магентис дизельная 2009 года выпуска объем двигателя 2 литра стоит 76 тысяч крон пробег составляет 122 тысячи достаточно много всего в этой машине есть и 10 подушек безопасности и и много в общем чего форт фиеста 2010 года выпуска бензиновая машина стоит 87 тысяч крон прошла она уже много 197 тысяч километров у нее нет подушек безопасности есть центральный замок есть электрические стеклоподъемники вот эта марка где написано r220 на красном фоне это означает что на этой машине можно ездить по скоростным трассам в чехии они платные пежо 207 2008 года выпуска дизельная машина кстати очень в таком неплохом внешнем состоянии 1 и 4 двигатель но у нее тоже нет подушек безопасности прошла на сто сорок две тысячи километров ну вот тоже популярная машина opel astra 2011 года выпуска она дизельная конечно внешне такая уже потрепанная и прошла на 200 тысяч километров ну вот 2020 года дация докер стоит эта машина 294 тысячи крон но если брать ее в кредит то будет она стоить 356 тысяч месячная выплата составит 2800 крон машинка новенькая ну вот citroen berlingo с пробегом 75 тысяч километров 2014 года стоимость 250 тысяч крон панорамное окно на крыше автоматическая климатизация темпомат подключение по bluetooth несмотря на то что она прошла 75 тысяч километров у нее очень хорошее состояние и внутри салона даже отсюда видно также она выполняет евро 4 то есть на ней можно въезжать в историческую часть многих городов таких вот как дрезден ну а это citroen berlingo 2020 года тоже машина абсолютно новые ведь на этом авторынке представлены не только какие-то старые автомобили но и абсолютно новые может быть это связано с тем что но появление здесь нового автомобиля с тем что какая-то компания приобретает но потом в силу определенных причин автомобиль продает и вот привозит его на авто автомобиль тоже этот без пробега с автоматической климатизации автоматом камерой citroen berlingo 2020 года новенький автомобиль рено трафик 2007 рено трафик 2007 года микроавтобус 9 пассажирских мест стоимость 100 стоимость 168 тысяч крон не не вижу не пойму какой у машины пробег не указан к сожалению объем 2 литра двигатель шестиступенчатая коробка передач машинка в классном состоянии и машинка классная у нас когда-то такая была тойота микроавтобус 2017 года выпуска пробег составляет пятьдесят три тысячи километров стоимость 455 тысяч крон почти до округляя восьмиместная машина шестиступенчатая коробка передач фольксваген микроавтобус 2006 года выпуска с пробегом сто сорок четыре тысячи километров двигатель 2 и 5 литра количество мест пять обогрев сидений есть климатизация на то есть кондиционер фольксваген микроавтобус 2011 года здесь три пассажирских места все остальное тоже грузовой отсек пробег сто двадцать пять тысяч километров стоимость двести шестьдесят пять тысяч крон микроавтобус toyota 2018 года девяти местный с пробегом всего шестьдесят три тысячи километров двигатель 2 литра стоимость автомобиля пятьсот тридцать семь тысяч крон месячный если в кредит брать месячные выплаты составляют пять тысяч двести крон красавец какой микроавтобус mercedes 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 vita 2011 года стоимостью двести сорок тысяч крон с пробегом в двести пятьдесят тысяч километров такие машины в чехии часто покупают для компании чтобы осуществлять экскурсионное обслуживание поэтому пробег у них конечно большой микроавтобус volkswagen 2009 года выпуска с пробегом двести двадцать одна тысяча километров стоит 200 тысяч шесть мест у автомобиля двигатель 1 и 9 литра но только две подушки безопасности ну и корпус видно что машинка такая уже бывало и бывало и микроавтобус ford 2019 года выпуска с пробегом всего в семь тысяч километров восьмиместный объем двигателя 2 литра если брать его в кредит я так понимаю тут написано такая закладник цена если в кредит брать то он обойдется восемьсот тысяч если платить сейчас то со сцена составит шестьсот шестьдесят одну тысячу крон автомобиль этот приобретен был на компанию тут вот наклейка которая гласит что можно при покупке уменьшить стоимость автомобиля на налог на ндс то есть вот эта сумма 800 тысяч это с ндс но если приобретать опять же на компанию этот автомобиль то он будет стоить шестьсот шестьдесят одну тысячу крон если две компании платят дпг микроавтобус huinday 2016 года выпуска восьмиместный с объемом двигателя 2 и 5 литра стоимостью двести шестьдесят семь тысяч крон и пробегом сто девяносто пять тысяч километров кстати у него кожаный салон есть и сенсоры для парковки микроавтобус toyota 2018 года выпуска с количеством мест 9 объемом двигателя 2 литра пробег составляет пятьдесят девять тысяч километров и стоимость пятьсот сорок пять с половиной тысяч крон можно вообще стоимость автомобиля если будет физическое лицо приобретать составляет шестьсот шестьдесят тысяч крон но если приобретать на фирму то можно вычесть ндс и тогда машина будет стоить дешевле фольксваген мультиван двигатель бензиновый 2 литра год выпуска 2013 с пробегом сто тридцать четыре тысячи крон кожаный салон в очень хорошем состоянии и очень много всяких опции автомобиля ну вот фольксваген каравелла 2012 года выпуска с пробегом четыреста восемнадцать тысяч стоит уже гораздо дешевле триста тысяч здесь тоже девять мест но уже не кожаный салон два литра двигатель и гораздо скромнее опцию автомобиля написано что этот автомобиль впервые зарегистрирован в Чехии у него было два владельца но когда приобретается не новый автомобиль всегда смотрят сколько владельцев у него было естественно чем больше владельцев тем в более таком плохом состоянии считается автомобиль поэтому ценно если у него был там один или два владельца опель вивара 2017 года стоит четыреста шестьдесят семь тысяч крон пробег у него всего лишь пятьдесят тысяч километров это девятиместный автомобиль мотор один и шесть есть темпомат есть подключение под блютус и юси би ну такая в очень хорошем состоянии машина внешне Volkswagen Caravella 2016 года выпуска объем двигателя 2 литра стоимость автомобиля пятьсот семьдесят тысяч крон прошел автомобиль сто семьдесят девять тысяч километров автомобиля пятьсот семьдесят тысяч крон но можно если автомобиль такой приобретается на фирму снизить стоимость на размер НДС и тогда машина будет стоить четыреста семьдесят одну тысячу крон достаточно хорошие опции автомобиля ну вот такие машины тоже популярно покупать в компании которые оказывают какое-то экскурсионное обслуживание или трансферы делают по Чехии но сейчас туристический бизнес переживает не лучшие времена поэтому кто там такие автомобили продает может быть тоже микроавтобус Toyota 2018 года выпуска стоимостью 640 тысяч крон но если приобретать этот микроавтобус на фирму то можно снизить стоимость на 111 тысяч крон вычесть сумму НДС 2 литра двигатель машина мощная 130 киловатт с автоматической коробкой передач микроавтобус Мерседес 2017 года выпуска дизельный проехал 73 тысячи километров очень очень большой перечень внутренних опций стоимость 830 тысяч крон рено трафик 2015 года выпуска 9-ти местная машина двигатель 1.6 стоимость 440 тысяч крон пробег небольшой машины 79 тысяч километров шестиступенчатая коробка передач микроавтобус Мерседес Вита 2016 года 9-ти местный мотор 116 CDI 6-ти ступенчатая коробка передач машина прошла 131 131 тысячу километров стоимость 550 тысяч микроавтобус рено трафик 2012 года выпуска пробежал 115 тысяч километров стоимость 340 тысяч крон мотор 2 литра 6-ти ступенчатая коробка передач 8-местный тоже салон в таком хорошем состоянии хоть машина далеко не новая шкода шкода фабия 2018 года выпуска бензиновый двигатель пробег 30 тысяч километров стоимость этого автомобиля 270 тысяч крон тоже можно купить его дешевле на 46 тысяч если приобретать например на фирму тогда можно снизить стоимость на сумму НДС ну и вот пошли уже более-менее новые автомобили это автомобиль 2017 года шкода шкода супер б стоимость ее 460 тысяч крон она с дизельным двигателем пробег у машины 90 тысяч километров она тоже выполняет евро 4 на ней можно въезжать безбоязненно в историческую часть многих европейских городов и тоже можно такую машину приобрести если покупать на фирму то можно снизить стоимость на сумму НДС ну то есть эта машина скорее всего принадлежит тоже какой-то компании ну а это шкода 2018 года выпуска тоже с дизельным двигателем стоимость машины 560 570 тысяч крон прошла на 6 прошла на 62 тысячи километров шкода супер б 2009 года выпуска с бензиновым двигателем объем двигателя 36 литра машина пробежала уже 232 тысячи километров стоит она 183 тысячи крон тоже шкода супер б 2013 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2 литра и пробег у машины 226 тысяч километров стоит она 260 тысяч крон ну а вот самая популярная наверное в чехии машина это skoda octavia 2017 года выпуска с бензиновым двигателем стоимость автомобиля 290 тысяч крон ну вот какая красавица такого очень необычного цвета машина машина 2019 года выпуска skoda octavia объем двигателя 1 и 6 мощность 85 киловатт пробег всего лишь семь тысяч километров но и очень большой перечень того чем оборудован этот автомобиль но цветочек красивый skoda super b 2016 года с дизельным двигателем объем двигателя 2 литра стоимость автомобиля 470 тысяч крон пробежал он 134 тысячи километров мощность двигателя 140 киловатт ну вот линкольн 2004 года выпуска бензиновый объем двигателя 4 и 6 литра мощность 153 киловатта стоит всего-то 320 тысяч крон пробег 55 тысяч километров но в общем это не удивительно потому что такая машина пользоваться спросом в чехии не будет на узких пражских улочках например на такой машине можно проехать можно проехать но с большим большим трудом бмв 2012 года дизельная 330 тысяч крон с пробегом 118 тысяч километров ауди ауди а4 2013 года выпуска дизель 2 литра объем двигателя мощность мотора 105 киловатт 2013 года выпуска цена цена 240 тысяч крон а пробег 190 тысяч километров салон обычный не кожаный ауди а4 2016 года выпуска дизельный двигатель объем 2 литра мощность 140 киловатт стоимость почти 500 тысяч крон и пробег 146 тысяч километров ну что и пойдемте посмотрим где здесь стоят самые дорогие автомобили и сколько они стоят друзья одна из самых дорогих местных машин это вардбург 353 1974 года выпуска с бензиновым двигателем пробегом 80 тысяч километров она совсем недавно приехала в чехию потому что здесь написано что она новая в чехии у нее есть запасное колесо и еще она такая вот красавица ну вот раритетная шкода 120 объем двигателя 1 и 2 мощность 36 киловатт год выпуска одна тысяча девятьсот восемьдесят пятый мотор двигатель бензин состояние пробегу автомобиля 37 тысяч километров но она конечно в хорошем очень состоянии видно что она недавно была покрашена такие автомобили приобретают коллекционеры естественно ну и теперь давайте посмотрим что еще можно купить можно приобрести здесь вас 2101 посмотрите на его стоимость 70000 крон пробег всего-то 11000 километров машина выпущена в 1979 году боже какой у нее салон и вообще она такая прям даже симпатичная ну вот как она выглядит внутри почему-то открыта пепельница наверное кто ездил на такой машине ставьте лайки тихосмотр кстати у этой машины до две тысячи девятьсот девяносто девятого года я не знаю правда это или ошибка но по крайней мере так написано здесь написано что у этого автомобиля во первых оригинальная краска потом она механически в полном порядке она ездит но а и автомобиль этот можно зарегистрировать как ветеран в общем покупай садись и едь шкода 120 одна тысяча девятьсот восемьдесят третьего года выпуска с бензиновым двигателем пробегом шесть тысяч километров ну вот друзья наконец-то дошла до ряда где представлены уже автомобили класса люкс давайте посмотрим что здесь продается вот вот сузуки свифт пробег 15 тысяч километров двигатель бензиновый год выпуска 2018 четыреста десять тысяч крон но это наверное не свифт не не люкс бмв бмв года выпуска с дизельным двигателем бмв x4 стоимостью 1 миллион триста пятьдесят тысяч кроны пробегом 30 тысяч километров ауди 2017 года выпуска с дизельным двигателем пробегом 34 тысячи километров стоимостью 1 миллион сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят тысяч но эта машина уже продана бмв бмв x6 2018 года выпуска пробег 51 тысячи километров дизельный двигатель стоимость 1 миллион двести тысяч дай 2020 года с пробегом 8 километров стоимостью полмиллиона чешских крон двигатель 1.6 мощность 97 киловатт ну вот еще друзья бмв гранд купе нет бмв гранд купе 800 тысяч крон год выпуска 2018 дизельный двигатель пробег 77 тысяч километров ну вот мерседес е-класса 2018 года выпуска с дизельным двигателем пробегом 17 тысяч километров модель е-220d мощность 143 киловатта но машинка тоже уже продана салон кожаный вот аудио а4 2013 года выпуска с дизельным двигателем объемом 2 литра мощностью 130 киловатт стоит 430 тысяч крон пробег у нее 109 тысяч километров ну вот mercedes-benz c-класса c180 мощность двигателя 115 киловатт бензиновый 2013 года выпуска стоит 450 тысяч крон и прошла она всего-то 13 тысяч километров ну вот м 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 стоит 580 тысяч крон и прошла на 147 тысяч километров ну вот это ford mustang 2017 года пробег 25 тысяч километров бензиновый двигатель кожаный салон стоит машина 900 тысяч вот нам как то наш электрик приехал на такой машине porsche 2008 года бензиновый стоимостью 720 тысяч крон и с пробегом 34 тысячи километров шевроле camara 2016 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 3 6 литра и мощностью 250 киловатт стоит 680 тысяч крон а пробег у машины 76 тысяч километров subaru impreza с бензиновым двигателем объемом 2 и 5 литра мощностью 221 киловатт год выпуска 2011 пробег 69 тысяч километров стоимость 620 тысяч крон subaru достаточно редкая машина для чехии еще один ветеран pontiac firebird 300 тысяч стоит машина год выпуска 1986 бензиновый двигатель пробег 307 тысяч километров ну вот написано у этой машины что а это pontiac firebird 1979 года стоит 400 тысяч пробег 66 тысяч километров но это та же машина уже ветеран skoda фаворит 1 тыс 1 тысяча девятьсот восемьдесят девятого года выпуска 40 тысяч прошла стоит 80000 крон вот красавец плимут 1973 года выпуска 300 тысяч крон стоит такая машинка красавец но это так друзья чтобы вы полюбовались старинными машинами прошла на 99000 километров но это же ее можно купить подешевле если покупать ее на компанию можно снизить сумму на размер ндс и давайте зайдем посмотрим как она выглядит внутри это татра 1952 года выпуска стоимость автомобиля 2 миллиона чешских крон вот lexus 2015 года пробег 18 половиной тысяч километров стоимость 730 тысяч крон а это бмв 2015 года выпуска с бензиновым двигателем пробег 53 тысячи километров стоимость без ндс 950 тысяч крон стоимость ндс 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч крон ауди кью 7 2015 года выпуска пробег 92 тысячи километров стоимость с дпг стоимость ндс 1 миллион пятьдесят тысяч крон пробег у него 22 тысячи километров стоимость кстати со скидкой всего лишь то 2 миллиона 2019 года выпуска стоимость всего лишь 2 миллиона сто тысяч сюда вот можно даже приехать с детьми есть место где детишкам поиграть есть кафе какая прелестная шкода шкода фелиция 1961 года выпуска стоимость миллион триста тысяч у нее кстати пробег 10 километров еще шкода октавия 2020 года выпуска пробег 23 километра автомате нет механическая коробка передач стоит 750 тысяч крон проклятирую последняя машинка это мерседес AMG GT AMG GT 2015 года выпуска с автоматической коробкой передач бензиновая пробит 40 тысяч километров и стоимость 800 миль 1 миллион 800 тысяч крон вот так выглядит зал выглядит ресепшн куда можно подойти обратиться к молодым людям когда вы хотите посмотреть какой-то автомобиль уже решили какой-то именно приобрести вот места для ожидания ну что ж друзья вот мы с вами прогулялись по самому большому авторынку в чехии ссылку на этот авторынок я оставлю в описании задавайте ваши вопросы если вас что-то интересует конкретно пишите это в комментариях я обязательно на них отвечу я читаю все ваши комментарии а также если вас интересует какая-то конкретная модель автомобиля посмотрите в описании тайминг и переходите сразу на то что вам интересно